Всем привет! В эфире ОТС, программа «Спортобзор» и я, ее ведущая, Кристина Лата. В первом домашнем матче после паузы Сибирь порадовала болельщиков. Команда победила «Акбарс». Однако, несмотря на весомое преимущество в три шайбы, после двух периодов спокойно довести матч до победы не получилось. Дали возможность сопернику вернуться в игру, но вовремя взяли себя в руки. Выстояли и выиграли в основное время. Не сбавляли темп. Я считаю, что мы были быстрее везде и выигрывали в себе набор в всех трех зонах. У нас были хорошие моменты и в атаке. Естественно, когда нужно было закрываться, мы это делали. Но в первую очередь у нас была цель поставлена на оборону. Можно уверенно сказать, первый период в исполнении нашей команды был практически идеальным. Новосибирцы забросили две шайбы, а свои ворота сохранили в неприкосновенности. Во втором периоде гости перехватили инициативу больше и лучше контролировали шайбу. Но изменить счет у них не получилось. Один из защитников Акбарса применил жесткий силовой прием на Никите Шашкове, после которого нападающий с трудом покинул лед и какое-то время не мог вернуться в игру. Но зато Сибирь завелась и забросила еще одну шайбу. В третьем периоде команда знатно потрепала нервы своим болельщикам. Сначала защитники прозевали игрока Акбарса у своих ворот, и он отыграл одну шайбу. Затем, благодаря рикошету, гости сократили отставание до минимума. Успокоил болельщиков Энди Эндрюов, забросив четвертую шайбу. Победа Сибири 4-2. Кстати, в этом матче в составе нашей команды дебютировал новичок Зияд Пайгин. Где-то в игре что-то получается, что-то можно еще довести до более лучших моментов. Поэтому работаем. Идеального ничего не бывает, но мы стараемся двигаться к этому. Это все здорово. Самая главная победа. Порадовали сами себя, болельщиков, в принципе, всех наших близких. Спасибо за поддержку. Взяла пример со старших товарищей и молодежная команда. Сибирские снайперы обыграли прямых конкурентов. Клуб «Стальные лисы» из Магнитогорска. Матч получился с напряженным сюжетом. По ходу встречи преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. В середине первого периода новосибирцы вышли вперед, но гости за минуту до перерыва сравняли счет. Видимо, гол в раздевалку водошевил команду. И с начала второго периода гостям понадобилось меньше минуты, чтобы забросить вторую шайбу. Но снайперы сравняли счет. В заключительной трети обе команды долго не могли распечатать ворота друг друга. В концовке вновь вперед вышли новосибирцы. Однако уральцы сравняли счет за минуту 13 секунд до финальной сирены. Когда казалось, что все идет к овертайму, Егор Климович создал опасный момент и идеально выложил шайбу на пятак Егору Клесову. Тот отправил ее в ворота лис за 17 секунд до сирены. 4-3 победа сибирских снайперов. Победу одержали на выходных и баскетболисты Новосибирска. Они на выезде переграли русичей. Команда из Курска – аутсайдер в Суперлиге. В этом сезоне они пока не одержали ни одной победы. Правда, сибиряки уступили в первой четверти одну очко, но оказались сильнее в трех оставшихся. Отсюда и уверенная итоговая победа – 83-67. Завидную меткость показали Руслан Туманов. У него 19 очков и Алан Макеев. У центрового их 18. Легионер новосибирского Лука Петрович провел на редкость удивительный матч. Он смазал все броски, но при этом обновил рекорд чемпионата по результативным передачам. Плюс сделал шесть перехватов. Победа над Русичами стала для Новосибирска седьмой подряд в чемпионате. После смены главного тренера, а напомню, в конце ноября команду возглавил Андрей Яндропов, новосибирцы не проигрывали в Суперлиге. Эта победная серия позволила команде подняться в число лидеров турнира. Сейчас Новосибирск имеет в своем активе 29 очков и занимает четвертое место. Правда, столько же очков еще у нескольких команд. Сделали все, что должны были сделать в защите. То, что тренер сказал, мы отработали нормально. Ну и в нападении сыграли свою игру спокойно. Ну мы всегда, как говорится, на победу играли. Просто до этого были какие-то недопонимания. Но сейчас мы собрались и более-менее начали хорошо показывать свою именно игру. Матч с русичами был заключительным для Новосибирска в уходящем году в чемпионате страны. Но команду еще ждет матч в рамках Кубка России. 27 декабря игра в Москве против МБА. Напомню, первая встреча завершилась крупным поражением сибиряков. В Новосибирске прошел этап Кубка России в дисциплине Big Air, причем одновременно в двух видах спорта – сноуборде и фристайле, то есть на горных лыжах. На трассах сноуборд Парка Горский состязались более 120 спортсменов из разных регионов России и гости из Беларуси. Квалификация в каждом виде программы проходила отдельно, а вот финалы вместе. Их, кстати, наш телеканал показал в прямом эфире. Участники финала имели по три попытки для совершения прыжка, а в зачет шли результаты двух лучших. В итоге серебряную медаль в женском турнире сноубордистов завоевала Алена Дегтярева. Для 14-летней сибирячки этот результат – несомненный успех. Лучшим из новосибирских парней стал Ермола Юпоров, у него 15 место. Во фристайле без медалей, что ожидаемо. В нашем регионе этот вид спорта развивается не так давно. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова